Продолжим серию про то оружие, которое я выбирал для себя. В практической стрельбе стреляют из пистолета, ружья и карабина. Для меня карабин был последним из трех видов оружия, хотя на тот момент я уже парочку имел, но именно для спорта хотелось самое лучшее. И я выбрал карабин на базе AR-15. STM-15 Competition. Этот карабин, который построен на платформе AR-15 и предельно заточен под соревнования, что понятно уже из самого названия. Если вы хотите спросить, продаю или нет, нет, не продаю. Этот карабин сильно ушел в плане скорости и точности от своих прародителей. Он действительно хорош. На момент приобретения он был особенным по нескольким причинам. Во-первых, компания Союз-ТМ была единственной, которая предлагала комплексное решение, когда карабин строится под конкретную задачу и под конкретного человека, то есть купил и стреляй, не надо ничего самому городить. Попросту они устанавливали на него все навороты и настраивали его сами. Что самое главное, строили его с глубоким пониманием дела. Ведь когда мы, спортсмены-покупатели, выбираем себе оружие, частенько мы смотрим в сторону звезд. Исходим из логики, что лучший карабин это тот, из которого стреляет чемпион. Я все-таки более прагматичный человек при выборе ствола и для меня не важно, кто из него стреляет. Не важно, как стреляет сам ствол. Так вот, этот карабин строился при непосредственном участии чемпиона Вадима Михайлова и в нем была не только слава этого чемпиона, но и заложен весь его профессиональный опыт. А вот это уже для меня весомый аргумент. В итоге стм 15 работает по-настоящему хорошо. Ну что ж, почему мой выбор пал на него я уже рассказал. Ну а теперь к техническим деталям. Карабин откровенно тяжелый, но это было неизбежно, если хочешь вложить в него все спортивные преимущества. Но аппер, ловер и цевьё сделаны облегченными, что скрашивает картину. На карабине установлен матчевый ствол 18 дюймов с тяжелым профилем. Почему профиль ствола тяжелый? Это нужно для стабильности и кучности стрельбы. Вместо слов просто посмотрите на кучность барнаульским валовым патронам. Это менее одной угловой минуты с самыми дешевыми патронами. Да, для практической стрельбы сгодится кучность, 2 и даже 3 муа, особенно если все мишени находятся близко до 100 метров. Но когда матч подразумевает стрельбу на дистанции 300 и более метров, вот тогда любой стрелок захочет высокой кучности. Почему ствол 18 дюймов? Это необходимость, когда нужно, чтобы газовая система была мягкой. Чем дальше от патронника отверстия газовой камеры, тем равномернее кривая давление в стволе и тем мягче импульс отдачи. На коротком стволе такого мягкого импульса не добиться. Теперь, газовая камера. Она регулируемая. Это необходимо для того, чтобы адаптироваться под погоду, под конкретный патрон. При этом регулятор у меня кликовый, что очень удобно. Можно посчитать клики. Если перекрутил, то открутить ровно настолько, насколько нужно, настроив карабин максимально точно. Далее, ДТК. Это ДТК Львов. Про этот дульник на канале есть отдельное видео. Не буду его повторять. Сами посмотрите видео и поймете, почему этот дульник особенный. Скажу лишь одно. Он заметно играет на улучшение кучности. Буфер. Кто разбирается, тот разбирается и знает, что тут есть над чем поработать. Раньше у меня стоял так называемый сайлент буфер. Это такая система, которую когда-то, по-моему, первыми придумали GP Rifle. Составная система с возможностью подстройки. Но позже я установил гидробуфер, который еще улучшил контроль над отдачей. Гидробуфер длинный, поэтому он требует длинной трубы. На моем STM-15 установлен спортивный монолитный приклад с длинной трубой. Облегченная затворная рама. Это уже хорошо проверенное решение для спорта, которое позволяет регулировать газовую систему в более широком диапазоне. Попросту говоря, можно еще больше ограничивать поступление пороховых газов в газовую трубку и тем самым сильнее снижать импульс отдачи. Как видите, карабин имеет много отличий от стандартного конструктива. Но в нем заложены и другие фишки. Ударно-спусковой механизм. Это великолепно работающий мягкий ОСМ с коротким ходом. Мое личное мнение, что менять его на что-то другое не имеет никакого смысла. Карабин в стандарте шел с этим ОСМом и трудно пожелать чего-то лучшего. Смело скажу, что среди всех ОСМов на моих стволах этот лучший. Маленькая, но полезная вещь. Двусторонний предохранитель. К тому же он установлен на 45 градусов, что делает его переключение более удобным. Еще один плюс к удобству. Это двухсторонняя рукоятка затвора. Есть случаи, когда это очень полезно. Хотя бы когда на одном упражнении требуется манипулировать и с левого, и с правого плеча, перезаряжаясь. Кстати, двусторонность на обычных карабинах на платформе AR-15 в стандарте не включена. Они все под правшу. Но на карабине STM-15 двусторонность уже включена сразу. К основному оптическому прицелу в дополнение установлен коллиматорный на крон под 45 градусов. Не раз слышал, что это якобы не нужно, что надо учиться все стрелять с оптики. Но я этого мнения не разделяю. Такое решение дает большую гибкость при выполнении различных упражнений. И для стрельбы, и для неудобных положений, и для того, чтобы не крутить лишний раз кратность основного прицела. Я всегда пользовался такой возможностью. Еще из полезных мелочей это две планки Пикатинни подсошки. Помните, как у Пушкина? Опыт, сын ошибок трудных. На одном из соревнований был опыт, когда я вылазил из порта, зацепился стволом и это меня немножко сбило. И уже к вечеру того же дня я прикрутил вторую планку Пикатинни для того, чтобы мог устанавливать сошки не только впереди, но и сзади. В зависимости от ситуации иногда это действительно нужно. И уже в самом начале надо было их установить ближе к руке, чего я не сделал. Ну что ж, теперь на карабине две планки. И закончу техническую часть последним улучшением. Ловер на этой рамке имеет встроенную расширенную шахту. Даже не буду объяснять зачем, вы и так все знаете. Вот такая вот пушка. Конечно, она не подходит для тактики, для каких-то сложных вещей, но скажем, на ней нет шторки, которая необходима для того, чтобы защищать от загрязнения. Но для спортивных нужд это как раз то, что нужно.